Гордо носить фамилию предков. Знать, что фундамент – семья и отечество. Ценить обаяние и общение. Стать героем важной персоны. У нас ведь уникальная ситуация в стране. У нас телевидение есть неплохое, а, например, телевизионной критики нет вообще. У нас есть работа, нет оценки. Есть вещи, которые требуют обратной связи. И любая работа требует обратной связи. У нас сколько чиновников пытаются нащупать обратную связь, делая такие движения в пустоте руками. Но мы тоже хотим обратную связь. У нас кроме цифр рейтингов, фактически, обратной связи нет. И это проблема. Ну, такая профессиональная проблема. Есть несколько женщин, которые пишут про телевидение. Они пишут про себя. Эти дамы, безусловно, уважаемые. Одна из них, я знаю, сделала про собачек программу на авторском телевидении лет 10 назад. Но они, безусловно, просто, понимаете, они пишут, во-первых, а, про себя, во-вторых, про собственные политические взгляды, относительно которых весь мир сейчас крайне несовершенен. Потому что те беспроцентные кредиты на квартиру, которые в свое время были получены, сегодня не возникают. И, конечно, это очень грустно для нашего телевидения, что вот эта вот школа этих дам, она на них закончилась. Потому что это вещь, которая не воспроизводится. Она уникальна сама по себе. Они живут в таком замкнутом мире. Это такая секта, которая пульсирует там внутри очень напряженно. Но никакой связи с действительностью она, к сожалению, не имеет. Вы знаете, вы просто, наверное, не помните еще Лапинскую школу. Уже был Лапин, такой руководитель гостей радио, который говорил, что журналисты – это подставка для микрофона. Да. С авторской позиции. Да, ну, я понимаю. Но дело в том, что именно эта история и с таким треском рухнула при возникновении программы «Взгляд», телекомпании «Вид», всех тех персонажей, про которых вы пишете время от времени в журналах, в подробностях и с теплотой. Значит, ну, мне повезло в этом смысле. Я работал с разными людьми, в том числе и начал свою работу на телевидении в телекомпании «Вид», с Сашей Любимовым, с Иваном Демидовым, со многими другими, и на ТВ6, где тоже, которым руководил Эдуард Сагалаев тогда. Ну, в общем, я не могу пожаловаться на то, что у меня не было перед глазами примеров людей, которые в разной степени, проходя вот это вот испытание телевидением, так сказать, становились тоже разными. И я какие-то свои выводы из этого старался делать, конечно. Вот в 95-м году вы после «Транспресс» пришли на руководящую должность в телекомпании «Вид», которую вы упомянули. И вот за 20 лет, которые прошли с того времени, как отрасль изменилась? Она же не стоит на месте. Мы же понимаем, что наше ремесло, оно очень подвижное. Отрасль изменилась технически полностью, потому что мы-то еще работали... Ну, то есть с нами вместе, скажем так, работали люди, которые эти бобины носили. А сейчас все это происходит на флешках и на фотоаппаратах. Конечно, технически шаг огромный. В голове медленнее все меняется у людей. Жизнь, может быть, становится быстрее, информация более дробной, но при этом какие-то вещи, они, к сожалению, пока не сильно изменились. То есть ценностный ряд, как его не было, как его тогда, так сказать, размыли в 90-е, так он до сих пор в стране и не возник. Это вообще, на мой взгляд, серьезная проблема. А возникнет? Я думаю, что он возникнет неизбежно, просто в силу того, что у нас, знаете, исторически, как бы, так сложилось, что мы проходим через периоды, когда он исчезает, а потом он вновь возникает на каком-то сломе очередного.